Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 мая, сейчас ровно 6 утра, и я зашла в теплицу так рано, чтобы сделать первую, самую-самую первую обработку своих томатов. Вы видите, у меня этот, как опрыскалка, распылитель. Перед тем, как я буду делать, я вам сейчас расскажу немножко, почему я ее буду делать и как. Я вот про эти уже говорила, про 9 микроэлементов. Это будет даже не подкормка, а такая, как немного угощение вот этими различными добавками микроэлементами, которые я не знаю, есть у меня в грунте или нет. Вот сейчас, когда приходит много комментариев, у кого-то скручивается лист, у кого-то лист желтеет нижний, у кого-то светлеют листья вообще. И когда люди спрашивают, что с моими томатами, я уже говорила, иногда даже очень сложно определить причину, потому что нехватка любого элемента может вызвать у томатов изменение цвета листа, изменение формы листа. Обо всем об этом мы говорили, я говорила, что я всегда делаю так, чем гадать, чего не хватает, лучше один раз сделать вне корневую подкормку, то есть опрыскать вот этим комплексом микроэлементов. Но так как у меня нет видимых, я уже говорила, что вот сильно видимых таких изменений в листьях нет, я делаю из-за чего, чтобы томаты получили небольшую порцию бора, потому что у меня уже они вошли в фазу цветения. Многие уже цветут, и вот в этом составе есть как раз бор, вот написано. И написано, что при дефиците бора, ну все это, наверное, знают, что происходит деформация и отмирание листьев, особенно на верхушках побегов, опадение завязей и преждевременное падение листьев. Вот меня расстраивают, беспокоят именно завязи, потому что у нас сейчас днем жара стоит, я боюсь, если они не завяжутся, то они просто опадут благополучно и все. Ну тут, конечно, не только бор, тут любой вот, который, молибден, например, кобальт, я не уверена, есть он у меня в грунте или нет, магний также, написано, что если молибдена нет, например, то образуются пятна на старых и средних по возрасту листьях, края закручиваются, мелкие жилки теряют зеленую окраску, образуются ярко-желтые пятна, так что закручиваются листья, могут закручиваться от недостатка молибдена. Никак мы его больше не внесем, только вот в таком комплексе. Недостаток комплекса, ой, кобальта, так, ухудшается азотфиксация, но это сложно, я не буду даже читать такие термины. При дефиците магния тоже снижается хлорофил, развивается хлороз. Короче, вот смотрите, вот весь этот вот перечень вот этих вот микроэлементов и от любого недостатка, даже одного из них, растение будет страдать, поэтому, чтобы не мудрствовать, не выяснять причину, чего им не хватает, какого именно, весь этот комплекс я сейчас им дам. Тут, смотрите, еще про применение. Если кто-то будет, например, использовать какие-то подобные, их много, вы, если в магазин придете, там разное сочетание, есть отдельно, например, цинк с чем-то, отдельно железо, но я взяла именно состав комплексный микроэлементов, видите, 9 комплексный, потому что у меня явных признаков нету, недостатка какого-то одного. И тут про применение. Его нужно очень-очень-очень, совсем очень мало. Тут написано 12 мл на 10 литров воды опрыскивания в период вегетации, но мне 10 литров воды не нужно, мне всего 1,5 литра вот этого хватит, поэтому я высчитала и сделала маленькую микродозу. Если на 10 литров 1,2, ой, 12 мл, значит на 1 литр я посчитала 1 мл 1,2, а на 1,5 1,8. Поэтому я взяла именно столько, отмерила вот таким маленьким шприцом 1,8 мл. Это очень-очень мало, ну совсем вот такая, вот столько, вот. Отмерила 1,8, развела в 1,5 литрах воды. Он разводится водорастворимый, очень хорошо разводится, вот такой голубоватого цвета, зеленовато-голубоватого. Это, наверное, из-за меди, там медь. Медь тоже очень важна. Она, все знают, что медь, содержащую обработки, всегда на томатах применяем, потому что медь это устойчивость наших растений и к болезням, и к другим неблагоприятным условиям. Так, теперь, сейчас перед тем, как я буду их опрыскивать, я вам расскажу, еще для тех, кто вообще ничего не знает, например, первый раз, не корневая подкормка, листовая, всегда считается более эффективной. Почему? Потому что, попадая на лист, на пластину, на листовую, вещество у нас сразу вступает в контакт с растением, и листья сразу поглощают его, ну как, оно туда внутрь поступает, а если мы делаем корневую, например, подкормку, вы понимаете, пока в грунт войдет, пока в корневую систему, корневая система пока сюда поднимет, и доходит не сразу, и доходит меньшее количество, меньшее вещества, ну короче, меньшее вещество попадает в листья, вот в эти все. Листовые подкормки для быстрого эффекта, они предпочтительнее. И еще, если вы делаете листовую подкормку, ну вне корневую, то есть, нужно обязательно соблюдать все правила, никогда на солнце, поэтому я и встала в 6 утра, чтобы до восхода солнца, вот у нас солнца еще нет, но оно там где-то всходит краешком, так как у нас дни предстоят жаркие, 23, 24, днем ни в коем случае нельзя, и вечером я тоже не могу, потому что тут допоздна стоит такая высокая температура, жара, при листовых подкормках, высокая вероятность сжигания листьев, никакие даже вредные, безвредные, вы распыляете тут вещества, нужно делать только или поздно вечером, или рано утром, поздно вечером я делать не хочу, потому что не хочу разводить сырость на ночь, опять же, во избежание фитофтуры, поэтому я считаю лучший вариант это встать утром пораньше, до того, как будет здесь жарко и солнечно, и распылить. Распылять обязательно нужно мелко-мелко-мелко, как говорят, что лучше до состояния тумана, чтобы капельки оставались на листьях, а не скатывались с них. Вот когда будут маленькие-маленькие крошечные капельки на листьях, сейчас я распылю и покажу вам, когда вот так вот будут мелкие-мелкие-мелкие капли лежать на листьях, а не стекать, это будет больший эффект. Если вы опрыскаете крупными каплями, и они стекут, лист обсохнет и все. А вот эти, сейчас яркость наведется, вы видите, что капли, вот мелкие-мелкие-мелкие, они все остались на листьях и не скатились. И они будут тут сидеть или лежать, как выразиться, они будут, короче, здесь находиться очень долго, потому что солнца нет, температура здесь не жарко, они не высыхают, и вот это самый лучший будет эффект. Как можно дольше мы хотим, чтобы они тут посидели, и чтобы лист их впитывал, впитывал. Потому что если просто высохнет сейчас на солнце или скатится, это будет мало толку. Я сейчас, конечно, камеру буду выключать, но вы все поняли. Иду, и просто все листики, если есть возможность, то и снизу, и сверху это будет еще больше эффект. Но у меня возможности нет, я сейчас не могу, они еще очень маленькие, это надо вообще ложиться на землю, чтобы там удобно, вот с таким жуком, с телескопической вот этой вот брызгалкой, когда она туда может под это вот. Но у меня простая вот такая с бутылкой, я брыскаю хотя бы сверху, и то они скажут мне спасибо. Потому что в прошлом году я такая огородница, что бегаю-бегаю, иногда забываю. Я в прошлом году всего один раз я вот такую сделала обработку. Конечно, люди, кто хорошо ухаживают написано вообще, надо два раза в месяц вот такими микроэлементами, тогда горя не будет у них, они будут, ну как, всего у них будет достатки, не будут ни листья крутиться, ни деформироваться, ничего, потому что все, что нужно, они все получат с этой подкормкой. Но я сделала всего один раз в сезон, уже когда они были взросленькие. Ну и пообещала им в прошлом году, что нынче почаще буду ходить и давать им вот эти витаминные коктейли. Сейчас начала прям с ранней весны, и буду придерживаться хотя бы два раза в месяц делать вот такое опрыскивание. Это избавит нас от многих проблем. Все, вот таким вот, сейчас я выключаю, вот такими капельками должны остаться у нас на листьях вот эти вот микроэлементы, водный раствор. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok